Акулы-пера соревновались в дарце, легкоатлетической стафете, волейболе, бадминтоне, настольном теннисе и мини-футболе. Второй год подряд вне конкуренции оказалась команда «Радио 2х2». В пяти из шести видах программах радищики пробились в призеры, причем трижды поднимались на верхнюю ступень педестала почета. В чем секрет такого успеха? Ну, наверное, в том, что не только три спартакиадовских дня нужно спортом заниматься, а спортом нужно заниматься на протяжении всего года. Сборная команда «Радио 2х2» на протяжении шести лет подряд принимала участие в городском чемпионате по волейболу. Мы занимали первое место во второй группе, мы занимали четвертое место в первой группе. Неудивительно, что в Сенгилее 2х2 выиграли в волейбол, а еще и стафету и конкурс пробития футбольных пенальти. У многократного же победителя спартакиад в СМИ команды «Чемпион» в этот раз в копилке два золота – в настольном теннисе и дарце. И общекомандное почетное второе место. Кроме чемпиона, издательский дом «Ульяновская правда» уже не первый год представляет команда «Улправда.ру», которая повторила прошлогодний результат, заняв итоговое пятое место. У команды Андрея Корчагина бронзовые медали в настольном теннисе и в футболе. Дважды «Улправда» пробилась в квартет сильнейших в волейболе и бадминтоне. Я отмечу организацию, которая с каждым годом становилась и становится все лучше и лучше. Настолько все отлажено, как в Министерстве спорта, так и у нашего главного организатора Владимира Александровича Лучникова. Все прошло гладко-красиво. Здорово, что появляются новые виды спорта, в частности бадминтон. Отличные шесть видов спорта. Три дня в Сенгилее. Это, кстати, очень гостеприимный район, который уже, по-моему, шестой раз принимал. Мы всегда рады туда приезжать. После «Спартакиады» благодарили всех. И Министерство спорта региона, и руководство Сенгилеевского района, а также работников «СОК Олимпийские надежды» и «ФОК Олимп». И, конечно, самих участников. Поаплодируем друг другу за то, что у нас все получилось. Ну и заслужили добрый слава все команды. Несмотря на то, что кто-то занял восьмое место, кто-то первое. Не успела 14-летняя «Спартакиада» журналистов уйти в историю, как и ее участники стали думать уже о следующей, юбилейной, 15-й. Участников, команд, команд-участниц, чтобы эту «Спартакиаду» 15-ю сделать масштабнее. Хотя и все предыдущие 14 «Спартакиад» проходили на достаточно хорошем, высоком уровне, благодаря нашему идейному вдохновителю Владимиру Александровичу Лучникову. Я думаю, что он что-то придумает обязательно для 15-й. Будет много фишек, новых видов спорта. Над этим мы обязательно подумаем и предложим. Но волейбол постараемся не отдать никому.